МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала Кубань-24 продолжает программа на стороне закона. В ближайшие несколько минут расскажем о происшествиях в крае. Меня зовут Вячеслав Ширяев. Здравствуйте. Насколько быстро люди готовы распрощаться с честно нажитым добром? Еще и добровольно. Сегодня такое явление, как гоп-стоп, уходит в историю уголовной хроники. А на смену ему появляются интернет-мошенники. Без ножа и пистолета они вытаскивают деньги с помощью настойчивости и обмана. Ты подумай, какая нужна ловкость пальцев, точность движений, какая точная, опять же, нервная выдержка, чтобы у нормального человека, который, заметно, не спит, не пьян, не под наркозом, вытащить все из карманов, снять часы, а он ни сном, ни духом. Эта знаменитая фраза капитана Жеглова сегодня снова актуальна только не для карманников, а для кибермошенников. Деньги списывались со счетов настолько быстро, насколько граждане легковерны. Накануне прошла конференция, где представители Банка России и полиция Кубани обсудили причины роста IT-мошенничества и совместный план действий по борьбе с виртуальными карманниками. Ключевым фактором, оказавшим влияние на ситуацию в кибербезопасности в финансовой сфере, стал массовый переход граждан на самоизоляцию и удаленный режим работы из-за пандемии. Это потребовало от Банка России и поднадзорных ему участников финрынка совершенствования системы информационного обмена данными и оперативного реагирования на действия кибермошенников. Сегодня в несколько кликов можно остаться без денег. Открывая новые знания, не забудьте следить за своим кошельком, тем более электронным. Только за 2020 год на Кубани зарегистрировано более 13 тысяч случаев мошенничества. Совершались аферы через интернет. Конечно, каждый подумает про себя, что никогда не отдаст добровольно свои кровные. Но только за первый квартал текущего года по линии IT-мошенничеств на территории Кубани зарегистрировано 3325 преступлений. Предупрежден, значит вооружен. В местах массового скопления граждан, торговые центры, сотрудниками отдела внутренних дел производится распространение памяток на осторожно мошенник. За уже первый квартал 2021 года с сотрудниками службы безопасности банковских учреждений проведены две рабочие встречи, проведено два семинара совещания. Преступники могут представляться работниками банка или даже сотрудниками полиции. Часто злоумышленники с помощью психологического давления выманивают необходимые данные. Получив тревожный звонок или сомнительное СМС, сообщите об этом в банк. 26-летний уроженец одного из древнейших городов России принес малой родине дурную славу. Молодой пскович любил незаконные спозовы релакса, но тайные пороки чреваты последствиями. По данным следствия, в ходе личного досмотра во внутреннем кармане куртки мужчины стража правопорядка обнаружили и изъяли смесь, которая, согласно заключению эксперта, является наркотическими средствами. Общей массой 0,59 грамм. Установлено, что обвиняемый запрещенные вещества приобрел путем тайниковой закладки и хранил с целью личного употребления. В настоящее время МВД России по городу Краснодару собрана достаточно доказательная база на обвиняемого. Заключение направлено в суд для рассмотрения. Надеемся, что эта печальная история послужит уроком всем жителям и гостям Кубани, и они предпочтут осмотр достопримечательностей нездоровому отдыху. Об отличающихся от обычных людей водителях такси, о предупреждениях, которые иногда забывают указывать в автопарке, о недавнем герое новостных лент. Об этом и многом другом. Водитель такси, блогер Константин Манукьян. Есть очень много у нас водителей, которые слабослышащие. Есть люди-инвалиды разных степеней, которые имеют право сидеть за рулем. Они тоже у нас ездят в такси. Мы должны о них знать, мы должны понимать, мы должны замечать, что если что-то не так происходит, то вы присмотрите сначала. Может быть, человек, понимаете, не может водитель с ограниченными возможностями все знать, например, что агрегатор, таксопарк должен указать, что в какую-то табличку повесить, он же не знал об этом. То есть, а таксопарк обязан указать, и агрегатор обязан указать, что у вас такой-такой водитель. Это же правильно, согласитесь, когда к вам садится машина. Некоторые люди боятся ездить, например, с такими водителями. Это их право. Но в основном Женя сейчас пока не работает, он сейчас скоро выйдет на смену. У него пассажиры узнают, он известный парень. И у него, я думаю, дай бог, что у него все будет хорошо. По крайней мере, мы ему поддержку даем, помогаем, наше таксистское сообщество. Но я считаю, что вообще такие люди, которые не сдаются, выходят и работают, не смотря на... Заметьте, работает наравне со всеми. Наработает наравне со всеми, да. Агрессмен, я у него еще узнал, я говорю, а аренду, говорю, нужно арендованный автомобиль, а аренду как ты платил? Я говорю, полную? Он говорит, да, полную аренду. Я говорю, подожди, у тебя же, говорю, ограничения, там же инвалид, там же скидки какие-то должны быть. Нет, говорит, платил полную аренду. Я говорю, ну, брат, ты молодец. Ты молодец, понимаете? Отрабатывал по полной. То есть, есть таксисты, которые у нас плачут и говорят, да господи, я устал, спина болит. Я ему показывал фотографию Жени, говорю, а у него всю жизнь все болит. И человек не плачет, он берет и едет. И зарабатывает. Сталкиваетесь, наверное, с агрессией водителей, простых водителей или водителей такси. Давайте вот тут можем разделить, можем вместе все это собрать в одну кучу и, может быть, даже разобраться, в чем причина. Хотя, ну, мне кажется, что есть несколько основных. Ну, хотелось бы ваше мнение услышать. Ну, во-первых, у нас движение в городе, сами понимаете, очень напряженное, поскольку у нас большая миграция. Люди приезжают отовсюду на постоянное место жительства. Я уже об этом говорил. Во-вторых, мы думали над этим вопросом. Мы сначала думали сделать классификацию. Может быть, это зависит от автомобиля. Да нет, если у тебя дорогой автомобиль, я очень много знаю вежливых водителей, которые ездят на дорогих автомобилях. Как правило, кстати. Как правило, да. Но у меня был случай, у меня даже ролик есть, где водитель на дорогом автомобиле на меня кричит. То есть, где уловить связь, непонятно. А связь очень простая – в воспитании. Как ты воспитан и в твоей эмоциональной вспыльчивости. То есть, дорога – это такая вещь, на которой ты себя не ведешь так, как ведешь себя в жизни. То есть, ты можешь вспылить, на тебя накричали, ты накричал. У меня есть один способ. Вот я вам даю совет, вот просто срабатывает. Нет, я тоже поначалу так тоже. А, ты куда, ты что, куда ты пререшь? Нет, это не работает. Работает следующим образом. Когда вы с кем-то пересекаетесь на дороге, начинается вот это вот хамство. Не отвечайте никогда в жизни. Выдохните. Сделайте два вдоха. Открывайте окно. Улыбка до ушей. И скажи, брат, ну что произошло? Надо проехать. Братик, ты откуда, брат? С Урала. К гостям добро пожаловать просто. И вам клянусь. Это меняет ситуацию в корне. Он еще вам поморгает аварийкой, пропустит везде. И в итоге все пройдет хорошо. И у вас будет другое состояние. Понимаете, это состояние накаливания ситуации, оно ни к чему не приводит. Оно приводит к тому, что люди бьют друг другу машины, бьют друг другу лица и все остальное. Ну, это сейчас незачем. С учетом того, что во время наших сейчас век технологий, скажем так, все могут включить телефон и это все заснять. Накануне вечером в Тимрюкском районе в аварию попали два большегруза. По предварительным данным, мужчина, управляя автомобилем МАН с полуприцепом, не выбрал безопасную дистанцию до двигающегося впереди грузового транспортного средства «Вольво» с цинстерной и допустил с ним столкновение. В результате происшествия виновник аварии получил телесные повреждения и был госпитализирован. Движение на этом участке было ограничено. О дорожно-транспортных происшествиях в Краевом центре. Далее в программе. Первая в сегодняшнем обзоре авария на пересечении Ставропольской и Старокубанской. Сложная дорожная обстановка и вечно торопящиеся некоторые водители и перевели к дорожно-транспортному происшествию. Итак, двигающимся по кольцу, а соответственно по главной, приходится уступать дорогу тем, кто едет со второстепенной. Но находятся и те, кто, наплевав на знаки приоритета, проскакивают через лабиринты машин. У шофера большегруза, видимо, лопнуло терпение и закончилось благородство. Он предпринимает попытку проехать этот участок, но в тот же момент под фуру подныривает внедорожник. Избежать столкновения не удалось. Дорожная ситуация еще больше осложнилась, но на недолго. Через 15 минут на месте были правоохранители. Еще одно несильное, но тем не менее неприятное соприкосновение двух транспортных средств было зафиксировано на пересечении Школьной и Филатова. Немецкий грузовик, а точнее его рулевой, решил объехать ненавистный затор и повернуть из ряда, который предназначен для движения прямо. Подобная хитрость не прошла без последствий и для виновника ДТП, и для второго участника аварии. Жертвой старшего товарища стал отечественный универсал, водитель которого, не нарушая правил и разметки, смиренно ехал в общем потоке. Кстати, грузовик не единственный торопыга. На кадрах видно, как уже после столкновения в этой же полосе появляются черная иномарка и белый кроссовер. Вот такая культура вождения. Переносимся на пересечении улиц Мира и Коммунаров. И опять вечная проблема во что бы то ни стало проскочить на другую сторону. Поток машин движется через трамвайные пути на разрешающий сигнал светофора. Время зеленого неумолимо истекает, о чем гласит таймер. Поэтому в замыкающая процессию иномарка прибавляет газу, чтобы успеть запрыгнуть в уходящий поезд. Но перед ней притормаживает темная малолитражка. Причина остановки проста. Низкая пропускная способность этого участка. Не все успели освободить перекресток. В итоге резвый японец на полном ходу догоняет впереди стоящего. Классические догоняшки. Теперь на следующие 20 минут движения трамваев в обоих направлениях остановлено. Но с прибытием правоохранителей ситуация исправилась. Для некоторых водителей пропустить выезжающего – это не просто проблема. Это неприемлемо. Но в данном случае основную роль сыграла неопределенность водителя белой иномарки. Немного постояв, он лихо стартует с места. Хотя прекрасно видит, что седан, предупредив, уже начал движение от места стоянки. Все это произошло на одностороннем участке улицы Карасунская. На кадрах с камеры единой дорожно-диспетчерской службы видно, что участники аварии и припаркованные автомобили полностью перекрыли движение. Правда, через несколько минут пострадавшие машины освободили проезд. И остались дожидаться сотрудников госавтоинспекции для оформления всех необходимых документов. Украл, выкурил в тюрьму. Вероломное ограбление произошло в заурядном продуктовом магазине Краснодара. На кадрах мы видим, что злоумышленник, улучив момент отсутствия продавца, вытаскивает из-под прилавка коробки. Как позднее выяснится, со спичками и сигаретами. Но сознательные работники, заметив беспредельную наглость клиента, попытались его задержать. К сожалению, безуспешно охотнику до чужого добра удается сбежать. В этом деле, как в хорошем английском детективе, выйти на след преступника помогла одна улика. Куртка, оставшаяся в руках борцов за справедливость. В дежурную часть МВД по городу Краснодару обратился директор продуктового магазина с сообщением об ограблении. Добраться служителям Фемиды до воришки оказалось не так просто. Документы, найденные в куртке, привели их в Ставропольский край. Но удостоверение личности, оказывается, как и куртка, принадлежали не злоумышленнику, а его знакомому. Задержан преступник был в Пятигорске и доставлен в Краснодар. В настоящее время в отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по признакам преступления грабеж. Сейчас страстному любителю дыма и огня грозит до четырех лет лишения свободы. В ближайшую субботу, 1 мая, в 18.30 смотрите итоговую программу «На стороне закона». А на сегодня это все. Увидимся завтра.